Всем привет! Меня зовут Татьяна Гусева и я вам сегодня расскажу, как сделать регистрационную форму на Google. То есть регистрационную форму, которую вы будете отправлять вашему кандидату, вашему новичку, чтобы он зарегистрировался в вашей команде. Итак, смотрите, вот такую форму мы будем делать с вами. Как ее сделать? Для начала вам нужно зайти на страничку www.cookle.com. Если у вас здесь уже есть почта, то, соответственно, вы входите в ваш аккаунт. Если почты нет, то сначала создайте почту. А как создать почту? Есть отдельные уроки на YouTube. Просто забейте, как создать почту в Google. Ну или сами справитесь. Я думаю, это не очень сложно. Все мы когда-то почту себе создавали. Итак, вы вошли в свой аккаунт. Дальше нажимаем вот на эти квадратики. Здесь у нас будет диск. Нажимаем на диск. Согружается мой диск. Здесь у меня уже есть папочки. У вас папочек пока нет. У вас будет пусто, чисто. А вам нужно создать. Создаем сначала папочку, чтобы у вас все было сразу по папочкам. Ну, если папочки не любите, то можно создать просто так. Я создам вам папочку. Покажу, как должно быть, как правильно. Пишем, например, форма. Или регистрационной формы. В общем, как вам удобно. Создается наша папочка. Открываем ее. И еще раз создать. Спускаемся вниз, нажимаем на еще. И вот здесь у нас есть форма. Загружается форма. Вот наша форма, которую мы сейчас будем заполнять. Можете ее заполнить полностью, вручную, самостоятельно. Можете скопировать с той формы, которую вы сами когда-то заполняли, когда вам давал форму ваш спонсор. Вот, например, я сейчас буду копировать вот с этой формы. Это моя личная форма. Я ее создавала сама. Ни у кого не копирую. Здесь пишем те вопросы, которые нужны для регистрации на официальном сайте компании. Абсолютно такие же вопросы. Ничего нового. Но немножко я добавила от себя то, что мне нужно. Просто беру из этой формы и копирую туда. Если у вас такой формы нет, спросите у спонсора. Он вам обязательно даст. Вы тоже можете скопировать. Ну или запишите все вручную, самостоятельно. Это не очень сложно. Здесь выбираем текст. То есть это наш первый вопрос. Выбираем текст, чтобы у нас была отдельная графа. И ставим обязательный вопрос. То есть без заполнения этого пункта регистрационная форма не будет отправлена. Дальше, что еще можно здесь делать? Можно проверку данных установить. Например, здесь мы поставим текст. То есть в этой графе должен быть обязательно текст. И плюс еще дополнение электронный адрес. То есть без электронного адреса эта графа будет читаться не заполненной. Дальше. Добавляем следующий вопрос. Нажимаем на плюсик. Следующий вопрос у нас фамилия. Я вам рекомендую фамилии, имя, отчество писать отдельно. То есть фамилия отдельно, имя, отчество отдельно. Вам будет проще потом выносить данные на официальный сайт компании. Опять текст. Обязательный вопрос. И следующий. Вот таким образом мы делаем клона. Делаем то же самое, что и в форме вашего спонсора. Или в вашей новой форме. Обязательный вопрос. Следующий. Смотрите, следующий пункт это паспорт. Здесь я выставляю опять же текст. И еще я обязательно вопрос и делаю подсказку. Нам здесь нужен только номер и серия паспорта. Только цифры. Больше никаких данных нам не потребуется. Опять же я сделаю проверку данных. Обязательное число должно быть. Следующий вопрос. Это дата. Я здесь напишу, ушла. Дата рождения. Вот здесь в пункте есть дата. Просто выбирайте дату. Обязательный вопрос. Ну и так далее. Заполняйте до конца. То есть что есть в регистрационной форме, то и заполняйте. Вот можете сейчас остановить, отсканировать. Вам потребуется дата рождения. Мы написали страна, область, индекс, то есть адрес. Адрес нужен фактически. То есть человек, по которому проживает, а не который у нас в паспорте записан. Это для доставки. Этот адрес можно потом будет изменить самому человеку в своем личном кабинете на сайте компании. Так. Индекс, населенный пункт, улица, там квартира. Мобильный телефон обязательно нужен. Опять же в формате, вот если для России есть семерки, начинаем. Цель регистрации я еще поставила. Смотрите. Вот так это выглядит в готовом варианте. И сейчас вам покажу, как это будет выглядеть здесь. Цель регистрации. И выбираем раскрывающийся список. Соответственно, пишем первый вариант для работы. И второй вариант, например, для покупок со скидкой. Я поставила это обязательным вопросом, чтобы человек выбрал конкретно, что его интересует. Если его интересует только покупка со скидкой, я не буду его мучить с работой. Но я таких людей, как правило, подписываю на обучающую рассылку, чтобы они были в курсе. Если вдруг у нас очень многие в проекте приходят за скидкой, а в итоге остаются работать. В общем, делаем вот такую прекрасную форму. Сейчас я вам открою форму, которая у меня уже есть. Вот она у меня. Вот она в редактируемом формате. Та самая форма. И вот такие пункты. Все, наша форма готова. Вы делаете абсолютно такую же или добавляете что-то от себя немножко. То, что вам нужно. А здесь что можно еще сделать? Можно добавить фотографию, можно добавить видео. Я не советую этого делать в регистрационной форме. Это все очень красиво, замечательно. Но формы, как правило, открываются не только с компьютера, но еще и с телефона новичками. И чтобы она не зависала на телефоне, чтобы слишком долго не грузилась, она должна быть максимально легкой по размеру. Соответственно, видео тяжелые, фотографии тоже тяжелые и лучше без них. Причем в регистрационной форме я считаю это лишним. Вот, заполнили все. Теперь, чтобы ее сделать немножко привлекательнее. Вот смотрите, она какая у нас была. Сиреневая. Кому нравится, оставляйте такую. И кому не нравится, можете нажать на палитру, выбрать любой другой цвет или выбрать картинку. Смотрите, выбрать тему. Загружается несколько тем. То есть здесь несколько пунктов. Можно прокрутить, посмотреть, какие темы есть. Еще не все прогрузились. Есть вот такая тема, как у меня, например, она из путешествий. Выбираете, нажимаете на тему и выбрать. Или можно загрузить с вашего компьютера. Но опять же, должно быть определенного размера. Если вы умеете обрезать фотографии, делать определенного размера, то, пожалуйста, делайте свою. Можно, например, ваши фотографии выставить или что-то там из семейного альбома. Дальше выбрать. И, соответственно, у вас форма, у вас тема загрузится на вот эту вот вставку, заставку. Что еще? Здесь можно просмотреть, как это будет выглядеть. И еще я вам рекомендую сделать вот такую штучку. В настройках есть такой пункт. Страница подтверждения. То есть это та самая страница, когда ваш новичок заполняет вашу регистрационную форму, отправляет ее, то есть нажимает на кнопочку отправить, и ему выскакивает окошко. Вы, наверное, ее видели, потому что вы уже регистрировались. Там окошечко о том, что ваша форма отправлена. Вот в это окошечко можно вставить текст. Не просто ваша форма отправлена, не просто ваши данные отправлены, а вот такой текст. Например, в этом тексте я написала, вы можете его сейчас скопировать, отскринить прямо вот с экрана. Я написала, что ваша форма будет, ваши данные будут обрабатываться в течение суток. Как в течение суток вам придет на почту ваш номер и пароль от личного кабинета на сайте компании. И, соответственно, какие приоритеты вы получаете после получения вот того самого номера. В общем, все хорошее я здесь написала. Вы можете прямо останавливать и скринить с экрана. И вот этот пункт. Все, нажимаете сохранить. Я нажимаю отмен. И что еще? Давайте вернемся к этой форме. Вам нужно пройти в ответы и создать таблицу. Это таблица, куда все ответы с вашей формы будут попадать после заполнения. То есть, новичок заполняет вашу форму. Все его ответы, все его записи попадают вот в эту табличку. Можете имя изменить у таблички, как хотите. Можете оставить такой же. И нажимаем создать. Сейчас нам табличка сразу откроется. Вот смотрите, это те пункты, которые мы уже внесли в нашу регистрационную форму. То есть, время, когда будет заполнена форма. Электронная почта, фамилия, имя, отчество, паспорт, отражение и так далее. Все то, что оставил новичок, все попадет в эту табличку. Здесь вы можете отредактировать, например, сделать посимпатичней. Если вам это нужно, конечно. Если у вас есть время. Например, там какие-то заставки. Можно сделать покрупнее. В общем, это такая же обычная таблица, как обычная таблица. Только она находится на Google диске. Смотрите, куда она попадает. Вот, помните нашу папочку? Вот мы сделали регистрационную форму. И вот рядышком появилась та самая табличка. Вот в этой табличке вы будете брать данный новичка. А дальше регистрировать его на официальном сайте компании. В ту часть веточки, которая вам нужна. Мы строим цепочку, как вы знаете, от самого последнего человечка. Соответственно, вы заходите в аккаунт последнего человечка. И регистрируете туда вот этого вашего новичка. Об этом есть отдельный урок. А сегодня мы говорим о регистрационной форме, как ее создать. Так, что еще? Вернусь в свою. Дальше нужно будет эту форму просто отправить новичку. Нажимаем. Кстати, форма автоматически сохраняется. Ее больше нигде сохранить не нужно. Нажимаем отправить. Это отправить сразу по почте. Или отправить ссылку, если вы общаетесь в социальной сети. Нажимаете вот сюда галочку. У вас будет короткий адрес. Копировать. И отправляйте в социальной сети. Или в скайпе. Или где вы там общаетесь с новичком. Отправляйте ему вот эту ссылочку. И он откроет вашу форму вот в таком формате. Она легко открывается. И с телефона, и с компьютера. Очень симпатичная. Вот, в принципе, и все. Удачи вам в работе. Большое количество регистраций. Пока-пока. Продолжение следует.